Всем большой привет! Меня зовут Алена, я персональный стилист и вы попали ко мне на канал YouTube. Сегодня, девочки, у нас будет классное видео с большой практической пользой, потому что я покажу вам, как с помощью 9 грамотно подобранных между собой вещей можно собрать более 20 разных образов. И если вам хочется посмотреть, что я придумала для вас, вещи частично вы уже можете видеть, то оставайтесь со мной и продолжайте смотреть это видео. У меня получится своего рода капсула. Все вещи, которые я вам буду показывать, я примерю, и каждый образ я вам покажу на себе, чтобы вы увидели, что это действительно сочетается, и так реально можно куда-то пойти. Капсула, мини-капсула я бы это назвала, здесь не будет верхней одежды, здесь будут именно верха и низы, вторые слои, получается свежее, весеннее. Собственно, мне хотелось показать, что универсальными и сочетаемыми между собой могут быть не только бело-бежево-черные цвета, или в крайнем случае деним, как часто бывает, как многие носят, но и разный свежий весенний цвет. Давайте начнем. Большинство из вещей, которые я вам сегодня буду показывать, это новинки в моем гардеробе, поэтому каждую вещь я буду комментировать, ее свойства, ее посадку, какой размер я выбрала, и какой я советую брать. Буквально две вещи, наверное, из тех, что висят сейчас на рейле, вы уже видели, поэтому на них останавливаться не будем. Многие из вещей для, многие вещи для этой капсулы я нашла в замечательном немецком бренде Bonpre, и у меня в гардеробе уже давно есть их вещи, я их ношу реально довольно качеством. Ссылки на все я вам оставлю внизу в инфобоксе, поэтому проверяйте, смотрите. И первое, что я вам покажу, это будут джинсы, базовые черные джинсы. Это даже, знаете, не совсем джинсы, ой, какой сильный был пересвет. Это не совсем джинсы, это скорее брюки, вы увидите вещи поближе на мне в движении, как они садятся. Хотелось как бы самой над собой пошутить, я только что сказала, что я решила составить вам светлую весеннюю свежую капсулу, и, пожалуйста, черные джинсы. Но мне очень понравилось, как они сидели на модели, поэтому я их решила взять себе и, собственно, примерить. Я взяла их в размере 36 европейском, я обычно между 34 и 36. Возможно, чуть-чуть они мне будут большеваты, но это не скини, они не должны слишком обтягивать. Это вот такие вот прямые, что сейчас очень актуально, брюки. Что-то среднее между брюками и джинсами. Для джинсы это тонковатый материал, а для брюк это слишком casual крой. Поэтому получается такой удачный микс, и мне очень нравится цвет, мне реально нравится крой. И приятный по ощущениям материал. Это у нас с вами будет низ номер один в капсуле. И второй низ, который я выбрала сюда в свою мини-капсулу, это вот такие просто прекраснейшие брюки. Прямые. Немножко вот сейчас в очень актуальном стиле мужских брюк. Они все-таки достаточно женственные. Это не прям вот мужские-мужские брюки, но за счет того, что брючина именно прямая, здесь нет особых защипов, они просто будут прямые от бедра. Это будет круто смотреться как с туфлями, так и с кедами, и с красотками. Я вам обязательно это покажу. И к слову, да, по поводу количества верхов и низов в капсуле. Обычно считается, что низов должно быть меньше, чем верхов. Потому что образы выглядят разнообразнее. Раз, когда мы меняем верхушки, это заметнее, чем когда мы меняем низы. Если вы меняете джинсы, брюки и так далее, а верх у вас остается одинаковый, образ все равно кажется примерно одним и тем же. Но оставайтесь в одних и тех же, допустим, джинсах или брюках, и меняйте здесь разные блузки, топы или вторые слои, образы кажутся уже более разными, разнообразными. И вторая причина, по которой верхов у нас обычно больше, чем низов в наших капсулах, это элементарно физиология, сверху мы больше потеем, поэтому меняем верхушки чаще. По поводу брюк, что еще я могу сказать? Мне очень нравится материал, он такой легкий, струящийся. И вот здесь вот сзади вы можете видеть, что эти брюки у меня не одни из этого материала будут в капсуле. Я вам сейчас покажу, что у меня там еще припасено. Брюки у меня в размере 34 европейские и прекрасно садятся. Здесь мне размер больше не нужен, очень я довольна. На самом деле у меня этот костюм от Бонпри, ну точнее не костюм, у меня есть жакет из вот этой вот группы костюмов. То есть он выполнен из такой же ткани, только в другом цвете. Я его ношу с весны, и у меня он в таком припыленном, немножко припыленном коралловом оттенке. Очень красивый оттенок между розовым и коралловым, и мне он очень нравится. Много у меня было тогда вопросов, откуда этот жакет. Так вот он из Бонпри, и теперь у меня есть еще один. Перейдем таким образом с вами плавно к верхам для данной капсулы. Вот такой вот потрясающего совершенно цвета, ментолового, мятного, изумительного на весну и лето жакет со светлыми, что мне очень нравится, пуговицами. У того розового тоже пуговицы светлые. Мне очень нравится ткань. Размер жакета сразу вам скажу, я взяла 36, то есть брюки 34, жакет 36, потому что я люблю верхушки посвободнее. И сегодня я еще вам покажу, почему это здорово и выигрышно, и может вам сыграть в плюс. Жакет двубортный, как вы можете видеть, у него два лида будет пуговиц. Есть прорезные карманы в районе бедер, что замечательно будет для девушек, у которых достаточно объемные бедра. Вы не хотите давать на них еще больше акцента. Вот такой вот вариант карманов, просто прорезные, а без каких-либо клапанов. Это прям ваша история. Они будут замечательно смотреться на вашей фигуре. Раз уж я начала показывать вам вторые слои, то следом покажу вот такую прекрасную куртку, рубашку в светлом бежевом оттенке из крупного вельвета. В моем гардеробе такой вещи еще не было. Я очень рада, что она появилась. Я взяла прям какой-то большой размер, сороковой европейский, но большой для меня, девочки. Для моей комплекции, для моего родного размера по обмерам, это большой как бы размер, но вы увидите, как она на мне сидит, она не кажется безразмерной. Я просто акцентирую ваше внимание на том, что стоит, например, вот эту вот вещь брать на парочку размеров больше, тогда она будет сидеть классно и стильно. Только об этом речь. Еще для своей капсулы я решила взять вот этот вот просто прекраснейший кардиган в светлом лимонном цвете. Он может казаться сейчас в камере вам чуть ярче, чем он есть на самом деле. У него еще красивые жемчужные пуговки. Я уже показывала эту вещь. Она у меня в гардеробе, по-моему, год, мне кажется, с апреля месяца прошлого года или с мая. Ну вот точно, я помню, был тогда карантин, когда у меня появился этот кардиган. Поэтому подробно останавливаться не буду, вы на мне его уже могли видеть несколько раз. И теперь нижние и верхние слои, те, что мы надеваем непосредственно на тело, то есть футболки, дубашки, блузки и так далее. Во-первых, я выбрала вот такой вот топ, сейчас, наверное, чуть-чуть отсвечивает, вам может быть не видно, но вы увидите в примерке. Это тоже бонпри, и рубашка вельветовая была бонпри. Этот топ имеет квадратный вырез каре. Это приятный трикотаж, такой базовый, достаточно лонгслив. Очень комфортная вещь. Он шел в комплекте, их сразу продается по два. У меня есть белый и черный. Соответственно, черный просто в эту капсулу не вошел, но он тоже идет в комплекте. А вот этот вот беленький, еще и с таким интересным вырезом, я решила сюда взять. Замечательный, приятнейший, 100% мягкий хлопок. Вообще, на самом деле, максимально базовая вещь, причем она базовая, начиная от того, что можно просто как домашнюю одежду использовать такие топы, если у вас дома прохладно так, и носить их куда-то на выход на улицу, и я вам покажу варианты. Еще, в качестве нижнего слоя, чтобы добавить женственности, такой элегантности, я беру в нашу капсулу вот такую вот блузку из сатинового шелковистого материала. Просто блузку рубашечного кроя, но мне нравится ее цвет, она не совсем белая. Вот если мы сравним оттенки, я надеюсь, что камера сейчас передаст, насколько я вижу, видоискатель она передает. Вот топ, видно, что он прям белый, а вот здесь все-таки у нас такой более кремовый оттенок, немножко сливочный, он не скажу, что желтый, просто вот это прям белая-белая вещь, а вот это уже такая немножко желтоватая, но она не рыжит. И это просто прекрасная тоже базовая рубашка. Можно было взять хлопковую, но я решила, что хлопковый верх у меня уже есть, поэтому нужно что-то такое более элегантное, более женственное, может быть, более вечернее. И еще один из верхов, который я решила добавить, ну поскольку еще не совсем все-таки лето, даже учитывая, что эта капсула вполне может носиться летом, ну допустим, лето может быть прохладное, поэтому я беру вот такой вот светлый молочный свитер, в принципе, в эту капсулу вполне мог бы подойти какой-нибудь нежно-голубой оттенок, но мне прям света очень хотелось и показать вам, как это здорово смотрится, и опять же, поиграть с разными фактурами. У меня получается три нижних слоя, плюс-минус в одном цвете, в оттенках белого, но все разных фактур. Тонкий хлопок, просто трикотаж, атласный материал и вот такой вот теплый свитер с провисающим воротником-хомутом. А теперь, девочки, давайте посмотрим, какие же образы из этого всего прекрасного комплекта мы с вами можем собрать. Для начала я выберу какой-то один низ, давайте начнем с джинсов, с брюк наших черных, и буду менять верха. Итак, самое простое, мы берем наши брюки, добавляем, допустим, ботинки, если на сейчас какие-то ботильоны, либо это могут быть ботинки на шнуровке, берем трикотажный топ, во-первых, это, в принципе, комплект номер 0, если вам не нужен второй слой, летом вы можете заменить ботильоны на белые кеды, будет смотреться прекрасно, просто вариант добавить какую-нибудь классную сумку, и на каждый день можно отправляться по делам. И дальше смотрим, как сочетаются эти две вещи с нашими вторыми слоями, потому что многослойность это то, что позволяет собрать интересные образы. Джинсы, топ и наш пиджак, жакет смотрится отлично, мне очень нравится такое, я сюда могу взять и черную сумку, я могу взять и белую сумку, образ получится отлично. Теперь наши джинсы, трикотажный топ и вельветовая рубашка, классный, casual образ, подойдет студентке, маме в декрете, взрослой, девушки, 40 плюс, 50 плюс, сколько угодно, удобная обувь, и вы готовы идти по своим делам. И теперь джинсы, а остаемся в нашем трикотажном топе, и желтый кардиган, это смотрится супер уютно, по весеннему, благодаря цвету, он смягчает черно-белую, такую довольно официальную гамму, на мой взгляд, это прям, ну, это, во-первых, цвет сезона, желтый, имейте в виду, во-вторых, он смотрится настолько нежно и классно, и так прям освежает любое образ и любую внешность, что обратите на него внимание. Теперь мы будем с вами менять нижний верхний слой, звучит странно, в общем, то, что надето у нас на тело, мы убираем трикотажный топ и надеваем сатиновую блузку, оставаясь в джинсах. Это тоже отличная база, просто так тоже уже можно куда-то идти, если достаточно тепло, а теперь смотрим вторые слои, посмотрим сочетание фактур, понятно, что цвет-то подойдет, я думаю, вы это тоже понимаете, раз у нас подошел белый топ. Тут важно посмотреть по сочетанию фактур, иногда в этом бывает загвоздка. Джинсы, рубашка и пиджак, жакет, классно, замечательно, фактура жакета очень красиво смотрится с сатиновой фактурой рубашки. Джинсы, сатиновая рубашка и вельветовая рубашка-куртка, отлично, интересно, вот здесь как раз та грань, насчет которой можно сомневаться, но тут получилось хорошо. Сатиновая рубашка, такой несколько вечерний материал и грубый вельвет, совсем кэшуал вариант, но вместе здесь они сработали здорово. И наши джинсы, рубашка и кардиган тоже смотрятся классно, на самом деле, в таком комплекте вполне можно отправиться и куда-то на вечерний выход, не слишком вечерний в плане, там, праздник, торжество, но свидание, выход в театр, в кино, в кафе с подружками или с любимым человеком вполне да. И, конечно, посмотрим теплый вариант нашего свитера с джинсами по цвету. Повторюсь, здесь тоже все понятно, что это отличная база, тут главное посмотреть вторые слои. Что важно, девочки, рядом со мной я буду показывать все образы, вы посмотрите и поймете, что все сработало и получилось, но, что важно, когда вы надеваете какой-то достаточно плотный первый слой наверх, свитер, водолазку, все что угодно, там, какой-то джемпер и тому подобное, и хотите наверх надеть еще что-то, вот этот второй верхний слой у вас не должен быть по фактуре тоньше, чем первый, потому что тогда это плохо смотрится. Если бы у меня кардиган был тонкий, тонкой вязки, то на этот джемпер с воротником он бы не зашел, он бы не сел. Точно так же, если бы жакет был маленького размера или вельветовая рубашка была бы мне по размеру, скажем так, родная, да, по размеру, а не чуть больше, то было бы тесно, казались бы полными руки, потому что здесь была бы большая масса материала, тугими плечи, в общем, это смотрится плохо. Запоминаем две вещи, второй слой не должен быть тоньше, чем первый, и второй слой не должен сидеть слишком тесно на том, что уже на вас надето. А теперь давайте посмотрим, как наши более элегантные брюки от костюма смотрятся со всеми верхушками, со всеми фактурами и слоями. Во-первых, сам факт того, что у нас есть костюм, это классно. Если вам есть куда носить костюм, то есть именно, чтобы это был комплект брюки и жакет, то тогда обязательно покупайте, потому что вы можете носить их как вместе, как, например, здесь у меня идут брюки, рубашка и жакет, и это смотрится классно. Так можно и на работу, так можно и на какое-то мероприятие. И на вечер за счет фактуры рубашки это смотрится здорово. И точно так же вы можете разделить эти две вещи, брюки и жакет, носить отдельно. Жакет я вам уже показывала с другим низом, с джинсами брюки мы сейчас посмотрим, с другими верхами. Например, брюки, наша рубашка и кардиган. Смотрится классно. Сочетание цветов обалденное. Вот этот вот травянистый такой мятный оттенок зеленого и разбеленный оттенок желтого, это просто одна сплошная любовь. Дальше наши брюки. Сатиновая рубашка и вельветовая бежеватая рубашка тоже вместе смотрятся прекрасно. Вообще замечательнейшее сочетание, очень нежное, благородное. Мы выдерживаем образ в одной насыщенности оттенков. Это всегда смотрится гармонично и здорово. И по температуре вещи совпадают. Наши брюки давайте посмотрим с трикотажным топом. Еще не смотрели. Это немножко так сбавляет градус торжественности или, если хотите, офисности, официальности от брюк. И здорово тогда как раз-таки добавить к брюкам, допустим, кеды, а не туфли. Это расслабит образ. Трикотаж тоже у нас прокажет. Будет смотреться хорошо. Но сверху при этом при желании вы можете надеть пиджак. Я бы все равно осталась в кедах. Это смотрится стильно и актуально. Можно, естественно, поиграть дальше с другими слоями. С вельветовой рубашкой это тоже смотрится хорошо. И вам будет очень комфортно. Это не будет смотреться супер торжественно. И с кардиганом это тоже смотрится замечательно. Обувь в таком случае, когда у вас верх очень кэжуальный, я рекомендую выбирать тоже кэжуал. Тогда есть гармония. Тогда привязывается наш трикотажный топ к чему-то. Потому что в предыдущем случае, например, с сатиновой рубашкой, которая тоже элегантная, и они с брюками из одной истории. Можно выбирать лодочки, какие-то босоножки, если это совсем теплое время года. А вот трикотаж, трикотажный топ, они с брюками немножко из разных историй. Чтобы их объединить, нам нужно добавить еще что-то к топу и как-то его поддержать. И давайте посмотрим, собственно говоря, теплый свитер, если вдруг еще прохладно. Мне вообще очень нравится, как смотрятся просто брюки, свитер и аккуратные лодочки. Можно на невысоком каблуке. Это так элегантно, лаконично, даже без второго слоя мне это уже очень нравится. Но можно добавить второй слой. Смотрим девочки с жакетом. То, что жакет достаточно свободный, как бы на размер больше, чем мне нужно, позволяет мне спокойно влезть в него даже в довольно теплом, толстом, плотном свитере. Дальше смотрим вариант нашей брюки, свитер и вельветовая рубашка. Тоже прекрасно, опять же, благодаря тому, что рубашка свободная и объемная. И смотрим наш свитер с брюками и добавляем желтый кардиган. Он тоже оверсайз, он очень расслабленный, свободный, у него большие рукава, поэтому ничего не тесно. Смотрится здорово. Цвета, я уже сказала, что божественно сочетаются друг с другом. Мне очень нравится, я надеюсь, что вам тоже. Ну что, мои хорошие, вот такие у меня сегодня получились комплекты. Я признаюсь честно, когда я отбирала вещи для этого видео, мне так хотелось передать вам весеннее настроение, создать его вам, если вдруг у вас за окном пока что еще серо и пасмурно, как у меня сегодня, но я держусь. И хочу зарядить вас позитивом и передать вам вот это весеннее настроение, весеннее ощущение, эмоции, дух. И мне кажется, что с этими замечательными вещами из Бонпри реально то, что я отбираю, а я уделяю большое количество времени на то, чтобы отобрать что-то для вас в первую очередь. Потому что я считаю себя очень ответственной за то, что я вам показываю. И показываю я вам только самое лучшее, то, чем я действительно довольна и что я реально ношу сама. Поэтому я очень надеюсь, что мой выбор вы тоже оцените, что вам понравится. Рекомендую обратить внимание на вещи, повторюсь, они очень достойного качества, классной посадки. Вверха это просто моя любовь, жакеты, вельветовая рубашка, one love брюки, то есть сам костюм это просто обалденная находка. Прям рекомендую, рекомендую посмотреться. У меня на самом деле из Бонпри еще есть классная джинсовая куртка с прошлого весеннего сезона. Я жду и не дождусь, когда потеплеет, я смогу ее носить. Она такая крутая, объемная. Если, кстати, она еще есть в продаже, я ее постараюсь вам найти и оставить ссылку. Я надеюсь, что она есть. Если есть, то нам всем повезло, потому что она реально крутая. Спасибо вам большое, мои дорогие девочки, за внимание. Надеюсь, что вам было интересно, что вы с пользой и приятно провели со мной время. Желаю вам прекрасного настроения, весеннего настроения. Мы с вами увидимся совсем скоро. Я вас очень люблю. Берегите себя. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok